Это предыдущие доходы, отец. Мы такими мелкими выходками не сможем спастись из этой ситуации. Нужно другие инвестиции произвести. У нас достаточно работы сейчас. Но это сейчас. А потом? О будущем тоже надо думать. Ладно. В таком случае, давай инвестировать не в НКРУ, а в КСЕРИ. Конечно, в другой сектор. Тогда можем мы с господином Матэшем поговорить? Да, возможно. Но сначала все нужно изучить и приготовить отчет, чтобы мы знали, на что идем. Дженейт? Между господином Матэшем и Фериде что-то происходит? Откуда такие вопросы, сестра? Да так? Мы просто вчера с мамой увидели их в кафе. Разве не так, мама? А что они, интересно, делали? Ну, этого я не могу знать. Но они сидели, держась за руки. Нет, что ли, мама? А это было так? Ну да, ты же видела. Значит, между ними что-то есть. Ну, теперь понятно, почему господин Матэш эту сироту удерживает рядом. Нас не касается, что они проживают. Ну ладно, зарядка закончилась. Пойду отправлю сообщение по почте. И нужно поговорить по телефону кое с кем. Я к себе. Значит, за руки держались, да? Да, отец, я все видел своими глазами. Ладно, одному изменил, другому тоже. Но в этот раз будет нелегко. Что будет нелегко, Осман? Нелегко будет Фериде испортить дело. Испортить дело Фериде? Да ну нет, он не настолько влиятельный. Мама, мы говорим о Фериде, которая нас в гребезге разбила. Отец прав. Если мы ничего не сделаем, то она своим невинным образом просто уничтожит все нам. Отец, может нам стоит с господином Атешем поговорить? Ну, нельзя говорить с ним, пока не будет известно, что между ними. На самом деле, у меня мысли назревают, но... Ну, я вот думаю, может их вдвоем позвать кофе попить? Тогда мы поймем, что происходит. Доченька, разве может такое быть? На равном месте позовете непонятного человека, и что ему скажете? Да, все получится. Молодец, доченька. Итак, в зловой сфере не было понятно, что между ними. А сейчас дома они размякнут и покажут все. Ну, а после кофе предложим остаться на ужин. Ну, и тогда поймем, что происходит. Они так долго скрывать не смогут. А даже если попытаться, то все равно ведь облажаются. Идея прекрасна. Сразу видно, вся в отца. Давай, начинай приготовление. Какие приготовления? Назире нет. Ты же ее отпустила. Не нужно было. Нет, что? Господи, уму непостижим, Усман. Глубок от детей, ей-богу. Откуда вы такие глупости вообще берете? Чего ты скривил лицо-то? Прекрасно же, узнаем, что между ними. А, Элюль. Скорее позвони господину Атешу. Зачем? Потому что после обеда тебе нужно позвать их выпить кофе Атеша и Фериде. Боже мой. Если они оба держатся за руки, очевидно, есть и что-то другое. И мы таким образом сможем узнать, что у Фериде промышляют. Разве нам подобает такое? Вот, Усман, скажи мне. Слушай, Зухре, эта сирота изменила Джунейту. А если сейчас что-то замшает, нужно сказать ей, стой. Подожди ты, не вмешивайся. Боже мой. Доченька, если я говорю звонить, то звони. Этот план точно должен сработать, Атеш. Конечно, я хорошо это сказал. Хотя с правдой тут бы и не получилось. Алло? Что ты делаешь? Это не твой телефон. Господина Атеша нет? Эй, люль. Господин Атеш. Скажи, в туалете, в туалете. Он в туалете. Значит, ты рядом с господином Атеша? Да. Ну, господин Атеша зовет домой выпить кофе. Если вы можете, приходите, пожалуйста. К вам? Да. Господин Атеша захотел дома принять вас. Нас зовет выпить кофе? Скажи, да. Если господину Атешу график позволяет, и если нет никаких дел на сегодня, то мы ждем вас. Нет, нет. Ну, то есть я посмотрел, и сейчас по программе у него ничего нет. Мы придем. Ладно, хорошего дня. Она рядом с Атешем. Ответила она. Поскольку они не в офисе, точно они вместе. Кто знает, где они? Я-то знаю, между ними что-то есть. Пускай пока что Дженейд ничего не знает. Да, конечно. Сделай вид, что они просто заглянули к нам. Эх, Осман, эх. Чего они опять там напридумывали? Пойдете и узнаете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok